Спрашивает меня Евгений. Добрый вечер. Существуют ли универсальные техники, подходы, методы, тесты для выбора подходящего партнёра? На что обращать внимание, в первую очередь, как понять, твой человек или нет, а не на астрологию жулповать? Есть ли типология, подходящая друг к другу по типам мышления? Значит, сексуальность – это прежде всего запах. Запах, причём запах даже не в смысле, который вы можете почувствовать. Как выяснилось, в нашем с вами геноме есть такие переменные части генома, которые передают по наследству определённый уровень иммунитета. И эти же гены определяют запах. Поэтому вас не влечёт к вашим близким родственникам, потому что от них пахнет, ну, это запах, но вы его просто не чувствуете. Так же, как от тех, у кого есть уже эти гены. Ну, то есть, у него есть гены, вот эти вот, которые этот иммунитет у вас общий. И у вас будет вызывать максимальный такой интерес особь, у которой другой иммунитет. Почему всё время, значит, это вот девушек всё время передавали из племени в племя, из деревни в деревню и так далее, и так далее. Почему? Потому что это имеет важное такое эволюционное значение. Это работает на подсознательном уровне. И Эйнштейн был женат на своей кузине. Поэтому, в общем, бывают разные. Но в целом надо понимать, что с точки зрения влечения очень много вещей, которые вы не способны контролировать. Очень многое зависит от того, что называется сексуальной фиксацией. То есть, те стимулы, которые интенсивно воздействовали на вас в разные периоды формирования вашей половой идентичности. Это было в районе трёх-четырёх лет, когда вы осознавали себя представителем соответствующего пола. Это было в период пубертата. И вот откуда появляются разные фетиши, разные пристрастия. Нравится больше это, нравится больше то и так далее. Поэтому, здесь очень много факторов. Это такая многофакторная модель, которая определяет сексуальную привлекательность. Наличие сексуальной привлекательности очень важно для создания пары. Дальше, следующий вопрос, следующий уровень – это единство ваших культурных паттерн. Значит, люди, которые друг с другом сходятся на более длительное время, чем, условно говоря, на раз-два и обчёлся, у них должен быть некий общий культурный бэкграунд. Потому что, в противном случае, им будет очень сложно найти точки вообще просто бытового соприкосновения. Поэтому очень важен культурный бэкграунд. Если вы посмотрите на это вот у нас, по целому ряду причин, очень сильная диспропорция в отношениях между мужчинами и женщинами с точки зрения возраста. То есть, у нас часто встречаются асимметричные пары – зрелый мужчина, молодая девушка. Значит, это наша такая культура вообще для бедных стран свойственна. Если вы посмотрите все западные страны, там большая часть семьячейк, люди примерно одного возраста, их в значительной степени объединяет общий культурный бэкграунд. Значит, это вторая составляющая. Дальше вопрос взаимодополнительности. Значит, эта взаимодополнительность может строиться у разных пар на разных основаниях. Потому что у кого-то этими основаниями является вечный конфликт. Такой приятный, но вечный. Такое пикирование, взаимодействие. И без этого скучное, невозможное и так далее. Это становится причиной проблем, выяснением отношений, хлопанием дверей и так далее. И взаимному примирению, часто в постели с очень ярким финалом. Но взаимодополнение может быть другое. Оно может быть, наоборот, связанное с заботой, с симметричностью в интенсивности полового влечения, с удовольствием от одного вида сексуальных отношений и, я не знаю, просто в времяпрепровождении и так далее. Поэтому это, опять-таки, еще более такая широкая вещь.